Во-первых, это я. Не имеет никакого значения. Говорят, там очень круто. Посмотрите, сколько все мы в зале. Ну-ка, пустите. О, я превышен лимит снятия денег в сутки. Это очень напоминает геленджик. Не дай бог на них упасть. Пожелайте удачи. Едем в дачу. Я остаюсь здесь жить. Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы, как всегда, на канале Семен на чемоданах. С вами я, Славян. Мы продолжаем путешествовать по Турции. Обязательно пересмотрите все выпуски с этого прекрасного путешествия, которое у нас продолжается. Мы сейчас стоим на берегу Игейского моря. Двигаемся дальше. Сегодня нам предстоит куча бытовых дел, таких как снять деньги, попробовать отправить посылки в Россию нашим победителям. А еще мы сегодня посмотрим город Дача, который так любят европейцы, русские и, конечно же, турки. Говорят, там очень круто. Посмотрим. Так что обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не сделали. Сразу скажу, что самые важные ссылки есть в описании к этому видеоролику. Погнали! Мы сейчас стоим вот в таком вот кемпинге. Полнейший обзор посмотрите обязательно в предыдущем видеоролике. Ночи стали гораздо прохладнее, чем были раньше. Утро тоже прохладненькое. Посмотрите, как стелит туман. Над Игейским морем стоит тоже очень плотный туман. Это говорит о том, что море сейчас гораздо теплее, чем сейчас температура на улице. Ну, буквально минут 30, наверное, и туман ушагал. По крайней мере, появились те дальние холмы. Вот это я сегодня психанул. Ха, прикиньте. Решил вот так вот порадовать всех. Эх, Мирошка грязнулька вообще, а? С самого утра уже весь комплект одежды поменял. Зачем мы вчера стирали для тебя всю одежду, сын? Чтобы ты опять за 5 минут просто весь вымазался? Из-за чего вы хотели? Я на природе живу, да? Маленький бомжонок. Ой, молодец. На дорожку, естественно, мы сливаем биотч. Я, кстати, сейчас покажу, что я придумал с биотчем. Мы, когда были в Финеке, нашел вот такое вот средство. Как лайфхак. Ищите магазины для яхт. Вот идеально. Гораздо лучше, чем оригинальное. Вообще никакого даже малейшего намека на запахи. И, естественно, все очень круто разъедает. А верхний бачок я купил вот такие вот шутковины. Две сразу закидываю. И очищает верх. И запах тоже идет прекрасный такой морской цветочный. Все ничего, но слив здесь неудобно. Здесь для слива стоит такой трон. Это нужно полный бак. Там, не знаю, килограмм охренеть сколько поднять, начать сливать. Нет, чтобы вот эту просто открытую дырку сделать и просто слить в эту канализацию. Ну все, собрались. Долго, конечно, это все дело. Этот ван лав. Пока соберешься, пока посуду помоешь. Пока всех умоешь. Ладно, все, едем в дачу или на дачу. Все, выдвигаемся. А еще, насколько я знаю, второе название у дачи это полуостров дача. Потому что такая вытянутая коса. Как всегда, очень и очень красивая дорога серпантин, к которым я уже очень-очень привык. Настенка сейчас читает информацию, что на даче вообще почти нету русских. Даже европейских нету. Это такая, типа, деревушка для местных. И как написано в интернете, море там прохладное, постоянно летом прогревается тоже слабенько. Вот смотрите, мы едем, справа теперь море показывается. И получается, что слева, вот за вот этими холмами, тоже море. Мы, получается, вот так вот удлиняемся туда по косе. Великолепная природа. Сейчас попробуем показать. Будет видно, не будет. Ну вот, вон оно, море виднеется, видите? Я вижу море. Конечно, видишь. И вот тут, скорее всего, сейчас тоже будет видно море. Надеюсь. Да, вот видите, и там море. То есть у нас с двух сторон море, мы просто едем по косе. А еще мне здесь, помимо видов, нравятся дорожные покрытия. Они везде идеальные. Везде. Куда бы мы ни отвернули. В левую сторону, в правую сторону, в какой-то маленький поселок. Везде хорошее дорожное покрытие. Дорожное покрытие плюс серпантин, плюс вот эти виды. Просто любовь. Ха-ха, смотрите, какая красота. У-у-у! Мы просто вот так вот. Да, рулюха крутится без остановки. Смотрите, какая дорога. Опа! Опа! И снова вправо. Чувствуешь себя каким-то... Каким-то гонщиком, что ли. Тут есть смотровая площадка. Мы, естественно, остановились. Еще здесь стоит ослик. И, конечно, наикрутейший вид. Красотища. А я хочу забраться вот сюда, вот повыше. На вот эту скалу. И посмотреть, какие открываются там виды. Пойдемте вместе сейчас попробуем это сделать. Опа! Так сказать, по пути. По экстремалям. Вау! Ну что, готовы? Смотрите, какие скалы. Они острые. Не дай бог на них упасть. Пуфу! Ёпы, РСТ. Мы просто на вершине... Ааа! На вершине чего-то. На вершине мира. Как море стелется. Мне кажется, мы уже преодолели серпантин. Впереди какой-то населенный пункт, наверное. Это и есть дача. А, возможно, не дача. Я не знаю пока точно. Вид, конечно, красивый очень. Отдельное... Получается, когда ты едешь, это прям отдельное путешествие, на самом деле. Можно просто ставить камеру, цеплять ее за крепление и все. И наслаждаться этими красотами, этими дорогами. Вот мы и заехали в дачу. Шикарные здесь горы. Виды, конечно, просто вау. Вот там вот на вот этой высокой горе. Что-то видишь какую-то постройку. Я, конечно, вряд ли думаю, что здесь есть канатная дорога. Хотя, возможно, и есть. Первое, нужно сначала купить симку. Точнее, купить интернет. Второе, надо пойти на почту, снять деньги и еще отправить посылку в Россию. Смотрите, какие красивые домики. Очень необычные. Вообще, сам город такой. Знаете, первое впечатление, это такие низенькие постройки, но очень атмосферные. Так, у нас здесь сейчас круговое движение. Посмотрите, какой проспект красивый. Фонарики такие. Здесь вечером, наверное, классно все подсвечивается. Ну и вот, собственно, вот такие вот многоквартирные дома. Видите, интересно, они не похожи ни на какой-то другой город. В Каше по-другому. Здесь тоже по-другому. Каждый город несет свою какую-то архитектуру. Но все постройки белые, как правило, без красной крыши. Это очень напоминает Геленджик. Вот он, Туркцел. Соответственно, первый вопрос закрыли. Как обычно, по стоимости 175 лир дается 37 гигов. Заехали на почту. Вот так вот называют здесь почта ПТТ. Но, к сожалению, здесь перерыв. Вот написано. До 13.30. Здесь огромное количество банкоматов. И я такой в первый подхожу. Называется вот Ишбанк. В итоге. Он мне такой бац и пишет, типа, я снимаю 5000 лир. Он мне пишет, что, типа, суточная норма может быть только 4. Я вожу 4, он пишет, что только 3. Я вожу 3, и он такой бац говорит, что у вас превышен лимит снятия денег в сутки. Я только только обрадовался. Думаю, сейчас неужели он выдаст. Но, увы, нет. Поэтому будем снимать, как обычно, через ПТТ. Смотрите, здесь Казират Банк. Я подошел к чуваку, спросил, ну, из банка. Они пока на обеде, он курил. Могу ли я, как русский, открыть здесь карту без депозитов и без всего? И он, короче, говорит, типа, да, у тебя должен быть только вот этот налоговый номер. Я говорю, классно. А он у меня есть. Ну что, мы с Томиком в банке. Пожелайте удачи. Надеюсь, мы правильно друг друга поняли. И получится открыть карту. Вообще, я знаю, что можно открыть, типа, как у нас, маэстро. Я думаю, именно такую открыть, чтобы ничего не ждать, никаких дней. Слушайте, ну вот, буквально, минут 30 в банке. И у нас теперь есть карта. Я сделал, значит, не именую. Пойдем скорее. Не именую, а типа, как у нас, маэстро. Так быстрее, чтобы не ждать три дня. Ну и это будет ништяк. Нормально, беспроблемно. Теперь через корону будем получать. Сейчас попозже расскажу все условия, что было. И попозже попробуем снять с банкомата. Что касается почты. Мне сказали, что тебе нужно найти коробку. Принести ее. Все содержимое сложить туда и не заклеивать. Они это дело все перепроверят. И, собственно, отправим. Решили отправлять на один адрес родителям. А потом уже родители отправят по всем адресам по России. Я думаю, что так точно будет дешевле. И без геморрони. Потому что здесь декларации. Еще та история. Здесь, кстати, платные парковки. Мы вот так припарковались. Прямо возле почты. Хочу посмотреть цены. А, это просто о том, что парковка есть. А сами цены... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас попробуем посмотреть. Нет, это тоже не то. А, вон там столбик. Собственно, вот цены. Я не знаю, что они значат. Но, походу, недорого. Детвора в машине спит, кроме Темки. А я хочу вам показать. Вот тут вот рекламка есть. Посмотрите. Типа кровать с матрасом. 5 тысяч лир. Ну, это примерно 16 тысяч на наши. Неплохо. Причем это такая стильная и мягкая. Где же еще, как мне на унитазе, распаковать карту? Распаковываем. Так. Так, ну, смотрите, какая у нас красота. Так, ну, а сейчас... Это визовская, видите, она не именная. Сейчас попробуем на нее перегнать денег. Учитывая, что мы поздно выехали, пока банк, пока походил, пока туда-сюда, нужно первый закрыть вопрос, это покушать. Носенка здесь нашла где-то крошку-картошку. Она типа по-другому называется, но, тем не менее, это типа оно и есть. Двигаемся сейчас туда. Будем гулять. Вот он, Зирадванг. Единственное, что пока не получилось перевести с короны, потому что, видимо, надо карту сначала активировать. Вот, сейчас попробуем. Здесь огромное количество кафешечек всяких разных. Собственные одежды. Вон там у нас слева морюшко. Так, Настенка что-то разведывает там. Очень атмосферненько, вообще, вот прям, вот прям сразу душа легла, на самом деле, к этому городу, как только мы сюда заехали. На самом деле, нам есть чем сравнить, да и вам уже есть чем сравнить, сколько мы всего уже посмотрели, вам показали. А это вот такая вот дача. Вон у нас Настеночка ходит в поисках еды. И вот местных заведений, а вообще местных заведений, на самом деле, зашел бы гораздо прикольнее и вкусно. Да, вон и цены. Утому по 20 лир. Круто, да, ну отсюда, то есть. Вау, посмотрите, как красивый дом. Обалденно, это жилой дом, вот у них тоже прикольный подъезд. Здорово, я бы хотел в таком пожить. Неплохо, неплохо. Так, ну куда-то туда, в общем, двигаемся, я не знаю, зачем, для чего. А вон там вот слева морюшка. Вот оно, вот оно, не работает оно. Вот так вот. Вот видишь, баллы как не в 55. Ага. Ну не работает, что поделать? Безменные. Сухая. Короче, походу, местная столовка выигрывает. Так, я выиграл, мы пришли вот в такое вот заведение. Красота. Сейчас посмотрим, насколько выйдет. Хлеб прикольно в пакетах. Интерьер прикольный. Это, видимо, заведение передавалось по поколениям. Ну, как я, судя по фотографиям, из древности, ну, из далеких времен, да, и переходящее, собственно, в наши дни. Ну, просто посмотрите, сколько все мы взяли. Я думал, что это, типа, такая подлива будет, и это, на самом деле, отдельные порции, плюс рис отдельные порции. В общем, огромный у нас обед сегодня получается. Все это на 284 лиры. Вот здесь конвертация на российский рубль. Ну, это сейчас просто мы обожремся и отсюда укатимся. Суп очень вкусный. А Настенка попробовала уже котлеты. И что ты сказала мне? Очень вкусные. Мясные настоящие. Не в пакетах, короче. То есть, вот у нас обычно берешень такие, да, пустые. Мясо не чувствуется. А здесь прям вот вкус мяса. А на чайок мы зашли в специальное сладкое заведение, где есть такие десертики. Взяли чайочек. Я обожаю вот эти все истории. Посмотрите, какая красота. Вышла на 240 лир. Слушайте, мне кажется, что я два дня есть не буду вообще. Потому что это очень много. Это очень зыдно. И это невероятно. А еще невероятно то, про что я как-то говорил, что здесь есть газели. Вот, пожалуйста, газель next на турецких номерах. Пузов интересный. У нас таких пузовов точно нет. Вот так вот стоит, разгружается. Товар привезла. Просто многие сюда приезжают на соболях и думают, о, где, типа, я буду ремонтироваться. И я отвечаю, что я видел здесь газели. Много их, они здесь есть. И можно обслуживать. Ну и, собственно, вот доказательства. Пожалуйста. Ух ты, и смотрите, как прямо на пляже стоят столики. Кафешечка. Скульптура руки. Не знаю, правда, что это значит. Но смотрится интересно. А вот тут какая-то надпись. Я думаю, что это в 2017 году было построено. Детская площадка, пожалуйста, прямо на берегу моря. Все, как мы любим, в общем. Слушайте, вот этот городок, дача, вот нам вообще сразу зашел. Ну, я уже говорил, да? Просто с первых секунд, как мы сюда заехали. Слушайте, какая красота. Яхточки стоят. Правда, ветрено сегодня, и ветер такой, как будто, прям, северный. Продувает аж. Зашли в магазин, шок, он сказал, не заходить. О, да, да, спасибо. Во, нам дали коробку. Круто, пойдем, Родион. Все сложили. Только сейчас, наверное, будет ее так укоротить. Посылку упаковали. Теперь дали заполнять вот такой вот бланк. Нужно сейчас все заполнить, сделать опись. И, походу, все. Это невероятно. У нас получилось отправить посылку в Россию. Значит, 2,5 килограмма вышло. По стоимости 575 лир. Это только до России. А потом еще нужно распределить по всем городам. Через карту не получилось вывести деньги. Зато получилось так снять. Снимал два подхода по 5000 лир. Да. Меня пока здесь, когда. Все. Если сейчас у нас получится еще в этом городе снять квартиру, то будет как в том ролике. Я остаюсь здесь жить! Основной момент мы сегодня решили. Это нужно было обналичить деньги. Здесь это делается элементарно просто. Но, во-первых, у нас есть карта. Во-вторых, здесь почта. Она вообще пустая. Здесь прям приходишь, и нету никого. Ты просто спокойно заполняешь бланк, даешь, и тебе дают сумму. Причем здесь богатая ПТТшка. Здесь есть деньги. И нет никаких проблем получить там 10-20 тысяч лир спокойно дадут. Да-да-да. Шикарный город. Деньги сняли для того, чтобы мы завтра оплачиваем месяц этого жилья. Мы сначала сняли на 2, потом продлили на 2. Потом мы поняли, что нам здесь нравится. И такой вариант не стоит упускать. Поэтому мы написали ей сегодня с утра хозяйке. И она говорит, да, не вопрос, давайте, живите. Здесь возле моря есть спортивная площадка. Есть также детская площадка. Все уютненько, красота. Эгейское море. Вон парни сразу пошли на турнички. Родик, пойдем потягиваться больше. Красота, красота, красота. Как мы нашли эту квартиру? Ну, во-первых, мы постоянно искали на Сахибендане. Плюс мы постоянно мониторили IRON BNB. В данном случае получилось все это сделать через IRON BNB. Написали просто хозяйке. Она говорит, давайте, приезжайте, не вопрос. Мы приехали, встретились. У нее была подружка, которая понимает русский язык. Спокойно все нам перевела. Мы оплатили. А дальше мы уже по WhatsApp списывали с ней о продлении. Без каких-либо депозитов, без всего мы сняли. Я сам предложил цену. Ну, вообще так получается 18 тысяч лир в месяц, если снимать посуточно. Я так подумал, подумал, помониторил рынок и говорю, мы готовы снять на месяц за 8 тысяч лир. Она пишет, окей, но с вас тогда еще и коммунальные платежи, то есть свет и вода. Я говорю, да без проблем, конечно. Это с нас тогда при выезде мы оплатим по квитанциям. Ударили по рукам, все, завтра нам придет, мы ей дадим денежки и будем наслаждаться здесь месяцем, а возможно потом продлим. Кстати, в Турции нигде нету таких вот ручек с внешней стороны. Всегда дверь открывается ключом. Нажимаешь и толкнул. Вот так это происходит. Ну, давайте я вам покажу. Во-первых, это я. Очень сильно уставший, лохматый. Но сейчас про квартиру Руту. Ребята, вы просто очумеете. Смотрите, входим. У нас, значит, здесь первая комната. Здесь есть пылесос, шкаф, раскребушка, огромная-огромная кровать. Так, не попробовал матрас. Сейчас мы вместе попробуем. Пробуется матрас вот так. Фу! Ой! Нифига себе, мы будем спать не в машине. Это что-то новое. Ладно, пойдем дальше. В общем, здесь просто две тумбочки, светильники. Здесь ванная комната, тут Настенка. Все очень чисто и очень ново, потому что дом новый. Большой этот нагревательный бойлер, душевая кабина. Вот все прям, все, даже вообще. Вот сантехника, она вся намытая, новенькая. Вот так вот. И хочу сказать о том, что это, друзья, не просто квартира, это вилла. Смотрите, значит, это тут такой умывальничек. Все красиво, все шикарно, великолепно. Общи, общи. Общи, общи. Здесь еще большая комната. Здесь новая кухня, новая духовка. Короче, ребята, все новое, я не буду повторяться миллионы раз. О, холодильник на эту сторону сделали. О, даже, короче, еда есть, прикиньте. А я не знаю, ты знаешь, почему. Ну, конечно, они же посуточно задают. Ладно. Здесь стоит огромный диван. И самое, что крутое, про то, что я говорил, что это вилла, у нас есть собственный выход в свой двор. Вот здесь вот такое огромное панорамное остекление. Сейчас вечер. Я вам покажу его уже утром. И вид на дачу. Короче, вы очумеете, но очумеете утром. Ну что, у нас рассело. Я немножко еще хочу занести вещей. Сейчас я вам еще покажу. Видите, мы стоим вот так вот у подножия гор. Красота. Ветра нет. Шикарно. Вон туда можно смело сходить в поход на эти скалы. И у нас открывается вот здесь такой нереально шикарнейший вид на всю дачу. Смотрите, какие виды красивые. Просто вау. Красота. Гора огромная. И, собственно, наш двор. Сейчас покажу получше спуск к нам на первый этаж. Здесь еще получается в доме два этажа. Но, как я понял, никто не живет. Только одни мы. Все для нас. Спустились, значит. Это наш такой коридор-хосблок. Да, можно его будет назвать. Газономашиночка даже есть. Можно подстричь газон. Почему бы нет? Цветок алоэ. И наша полянка. Это что такое? А, это поливают газон. Такое вина. Ворота детские, футбольные. Ну, в принципе, все, что детское, то есть это ворота. Соседи. Ну, здесь тоже получается, как я понял, никого. А, возможно, кто-то и есть. А, возможно, кто-то уже съехал. Качелька. У нас есть столик. Что-то еще здесь даже не смотрел, кстати, вчера. А, ну и подключающийся шланг с водой. И есть мангальная зона, значит, сегодня что-нибудь приготовим на угольках. Есть даже, вон, пожалуйста, досточки. Маленький мангальчик такой. Ну, красота же. И сейчас зайдем в квартиру не там, а зайдем вот здесь. Удобно. Удобно бесконечно. Ага, только меня не пускают. Ну-ка, пустите. Я кофе принес. Открывай. Не-не-не-не. Вот, вот так. Что такое? Здравствуйте, здравствуйте. Так, у нас вон Мирошечка с игрушечками, да? На своем подарочке. Мирошка сегодня терялся ночью. Говорит, где пацаны? Пацаны в другой комнате. От такого пространства вскочил, побежал. Так, Настенок тут, вон, что-то убирается. Я стою, думаю, средство какое-то для посуды, непосудное, мыло, наверное. Почему нет средства на тебя отправить? Потому что, да, поздомойка же, я вообще знаю, что-то там трава. А, у нас сегодня, поздомойка, видите, есть несколько дней. Забыла про нее. Вот так, вот так. Так, а там что-то Темка делает. Что делаешь? Играешь. А, играешь, понятно. Вот в такой квартире с удовольствием можно провести зиму. Потому что, вот так вот, видите, я сижу, работаю, детки бегают на улице, играют в футбольчик. С ними же Мирошенька. Да, сынок? Играешь в мяч? Красота. Да, вот такая квартира, то, что надо. Ровно две минуты на машине, и мы в самом центре. Ну, красота. А, что-то все так пусто, никого нету. Опять мы пришли сюда в Зират, я хочу все-таки выяснить, как пополнить. В итоге мне тут объяснили, что не имеет никакого значения имена у тебя карта, не имена у тебя карта. Ты можешь совершать любые платежи, любые покупки по вот этой карте. Почему я не могу пополнить ее с банкоматом? Он мне сказал, что пополняю через кассу. Соответственно, я подошел на кассу, дал ему 500 лир. И вот, собственно, вот такой вот документ он мне выдал. Я его подписал, и на карту упало 500 лир. Теперь надо попробовать ей где-нибудь рассчитаться. Вот. Ну, снять уже, в принципе, нет смысла. И так можно, я думаю. Осталось разобраться, как делать SWIFT-перевод с Тинькова на нее. Кстати, со SWIFT-платежом все разобрался. Мне помогла техническая поддержка. Значит, получилось все исправить, и все. Единственное, что при переводе любой суммы, вот я до полтинника водил, берется комиссия в 1000 рублей. Пока пользоваться этим не будем. Оставим на потом, когда будет более большая сумма, если она потребуется. А вам я рекомендую в любом случае приобрести, заказать карту Тиньков. Обязательно это сделайте. Я ссылочку оставлю в описании, получите огромное количество привилегий по моей ссылочке. Ну, наконец-то мы запустили нашу Китю. А то она совсем уже залежалась в машине, в багажнике. А Мирошка ее боится, да? Боишься? Вдруг съест. Запылесосит Мирона. К нам пришла хозяйка, пошли отдавать деньги. Стеснительные женщины. В общем, на самом деле, круто в то, что мы отдали просто за один месяц без каких-либо доплат, там, наперед. И они просто сказали, что если вдруг какая-то крупная поломка, то мы эти, как бы, расходы тоже будем вычитать. Мы, типа, ну не вопрос. То есть, ну поймите, они даже с нас страховой депозит не взяли. Настолько лояльны. Мы не подписали никаких договоров, ничего вообще. Я бы просто отдал. И видите, как такая, наверное, синергия просто проскочила, да? Между всеми нами. Ну да, бывает, что просто люди друг другу доверяют. Да, и увидели, и друг другу как бы доверяем. И все. Вот такие дела. Наконец-то я приготовлю это дело на углях. Маринуем! Все, замариновали. Просто обычная приправка для шашлыка. Пойду костер разводить. Так, мы тут с Мирошкой соорудили. Попробуем поджечь все это дело. Не-не-не, это ключ от машины, сын. Так, надеюсь, получится с первого раза. Так-то печь, конечно, вообще добротная. Разные уровни, чтобы ставить решетку. Красота. Сейчас будет звук, который я очень сильно люблю. Вот это вот. Ааа, это шипение. Вот так вот вместе с барашком мы отмечаем новоселье. Пишите поздравления, вопросы в комментариях. В следующем видеоролике мы с вами отправимся гулять по этому городу и сделаем обзор, его тоже изучим. Ну, я с вами прощаюсь, увидимся в новом видеоролике. Пока. Надо было больше брать, чтобы весь противень был. Пока. Пока. Продолжение следует...